МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 11-классники региона сдали экзамен по математике. Первый обязательный экзамен 2019 года. 143 школьника выбрали профильный уровень, а 171 – базовый. За процессом сдачи ЕГЭ с площадок проведения итоговых испытаний в онлайн-режиме следил губернатор Ненинского округа Александр Цибульский. Дистанционное наблюдение за ходом экзамена глава региона вел из своего кабинета. Пояснение по вопросам организации процесса сдачи итоговых испытаний в Ненинском округе Александру Цибульскому давала его заместитель Наталья Сидорова. Она отметила, что для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в основной период созданы два пункта на базе 1-й и 5-й школ Нарьенмара. Пунктом проверки знаний определен Ненинский региональный центр развития образования. В пунктах проведения экзамена организовано видеонаблюдение, установлены портативные системы подавления сигналов подвижной связи. Губернатор оценил качество видеосигнала, обеспечивающего возможность просмотра в режиме онлайн, подчеркнув, что онлайн-режим позволяет на протяжении всего экзамена отслеживать не только частоту его сдачи, но и в случае необходимости оперативно реагировать на происходящее в аудитории. Напомню, что вопросы, связанные с ЕГЭ, можно задать по телефонам горячей линии профильного департамента, Роспотребнадзора и по телефону доверия ЕГЭ. Жителям региона окажут помощь в покупке оборудования для просмотра бесплатных федеральных телеканалов через спутниковую связь. О подготовке нового законопроекта рассказал вице-губернатор Иван Болтенков в ходе совещания главы региона с заместителями. Речь шла о готовности населения округа к переходу на цифровое телевизионное вещание и, соответственно, к отключению аналогового. В ходе планерки глава Ненинского округа попросил доложить о готовности к данным изменениям в первую очередь жителей сел. По словам Ивана Болтенкова, Ненинский округ полностью готов к переходу на цифровое ТВ. Жители сельских населенных пунктов имеют возможность приобрести необходимые цифровые приставки в отделениях Почты России. Вне зоны охвата наземным эфирным цифровым вещанием сегодня находятся 14 населенных пунктов округа. Это Багрино, Варнек, Шойный и Харягинский, деревни Вижес, Волоковая, Воланга, Кия, Мгла, Пылемец, Снопа, Чёрная, Чижа и Щерина. В них проживает более 4% от общего числа жителей региона. Они смогут смотреть 20 бесплатных федеральных телеканалов только посредством спутниковой связи. При этом покупка оборудования потребуется только в 35 домохозяйствах. Совместно с собранием депутатов вы поручение такое давали. В ближайшее время будет принят закон о субсидировании даже спутниковых приставок для тех, кто не может себе это позволить, даже по льготной цене. Как отметил в свою очередь в ходе совещания руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергея Сверидов, законопроектом установлены 4 категории граждан, которые смогут воспользоваться господдержкой. Граждане пожилого возраста, женщине, достигшие возраста 55, и мужчине, достигшие возраста 55 лет. Лица, выполнявших период прохождения военных служб, попрещена в сдачу в условиях человеческого положения в привозных конфликтах, в городе действия в сферном федеральном законодательстве. Вторая категория. Третья. Граждане, имеющие детей, иляющие получать на меры социальной поддержки, установленные документы и установленные к новому кругу. Четвертая категория. Один из членов маломущей семьи, маломущей, одиноко проживающей гражданин, предварительно на реализацию инициативы понадобится более полутора миллионов рублей. Напомним, в Нинецком округе переход на цифровое телевидение произойдет 3 июня. В регионе работает горячая линия по вопросам перехода на цифровое ТВ. Ее номер 2-19-10. Помощь в подключении и настройке также могут оказать волонтеры. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Нарьинмаре состоялись публичные слушания об исполнении окружного бюджета за 2018 год. Годовой отчет предоставила заместитель губернатора Нинецкого округа, руководитель департамента финансов и экономики Нинецкого округа Татьяна Лагвиненко. По ее словам, бюджет носит социальную направленность. Как отметила в своем отчете главный финансист округа, первоначальный бюджет был принят по доходам в сумме 14 миллиардов 243 миллиона рублей, по расходам 16 миллиардов 264 миллиона, с дефицитом в сумме 2 миллиарда 21 миллион рублей. Всего в течение 2018 года изменения в параметры окружного бюджета законодательно вносились 7 раз. Исполнение окружного бюджета за 2018 год составило по доходам 21 миллиард 659 миллионов рублей, или 102 процента к уточненному плану, и 152 процента к первоначальному плану. По расходам 19 миллиардов 731 миллион рублей, или 96 процентов к уточненному плану, и 121 процент к первоначальному плану. По состоянию на 1 января 2019 года остаток средств, в том числе собственные средства на едином счете окружного бюджета, составил 1 миллиард 287 миллионов рублей. В 2017 году у нас остаток был 684 миллиона рублей. Основная часть налоговых доходов окружного бюджета сформирована за счет поступления налога на имущество организаций 28 процентов, налога на прибыль организаций 16 процентов и налога на доходы физических лиц 7 процентов. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов окружного бюджета составили доходы в виде доли прибыльной продукции по проекту Харьяга на сумму 7 миллиардов 927 миллионов рублей. Наибольший удельный вес в структуре традиционно заняли расходы на образование чуть менее третий или 25 процентов. Одна пятая доля расходов пришлось на раздел национальная экономика 21 процент. На следующем месте расходы на социальную политику 16 процентов. Железно-коммунальное хозяйство 15 процентов. Здравоохранение 9. Сохраняется высокая доля расходов на социальную сферу свыше половины или 55 процентов от расходов окружного бюджета. Вице-губернатор в своем докладе подчеркнула социальную направленность окружного бюджета. В округе предусмотрено более 190 мер соцподдержки. Всего на социальные выплаты жителям округа из окружного бюджета было направлено 2,76 миллиардов рублей. Также в докладе была представлена информация о реализации 30 госпрограмм. Отметила Татьяна Лагвиненко и работу органов власти с федеральным центром. По ее словам, в последние годы наблюдается положительная динамика по привлечению федеральных средств. Если в 2017 году из бюджета федерации поступило 1,5 миллиарда рублей, то в 2018 году уже 1,6 миллиарда. Напомню, публичные слушания по годовому отчету об исполнении окружного бюджета проходят в соответствии с законом округа о бюджетном процессе. Ознакомиться с документом можно будет в газете «Неарена в Индер», на сайте мэрии Наринмара и регионального парламента. Все поставщики энергоресурсов готовы к старту северного завоза. Об этом сообщил глава администрации Заполярного района Олег Холодов. В эти дни некоторые суда уже встали под загрузку. В рамках заключенных контрактов до 10-15 июня нефтепродукты и уголь должны быть завезены в Хоруту, Харивер, Несь, Кию, Чижу, Шойну, Тошвист, Кущелина, Коткина и Лабожская. В целом, по словам Олега Холодова, предстоящая компания опасений по срокам исполнения не вызывает. Всего за летний сезон оператор северного завоза в рамках компании доставит в село почти 12 тысяч тонн дизельного топлива, более 80,5 тонн автомобильного бензина, дизельных масел и смазок, а также 10 тысяч кубических метров дров, 25 тысяч тонн каменного угля. Качество всего поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ. Все виды топлива должны быть поставлены в поселение Ненинского округа до 30 сентября. В летний период в учреждениях культуры и образования Ненинского округа традиционно пройдут ремонтные работы. Качество их выполнения глава региона Александр Цибульский поручил взять на особый контроль профильному вице-губернатору Наталье Сидоровой совместно с руководителем Департамента образования, культуры и спорта Лине Гущиной. Капитальные ремонтные работы в этом сезоне пройдут в шести учреждениях. Так, по данным профильного департамента, летом будет проведен ремонт пожарной сигнализации, внутренней системы электроснабжения и помещений в средней школе номер 5, ремонт пищеблока в Искательской средней школе и системы отопления детского сада «Ромашка» по улице Ленина. Также предусмотрено проведение ремонта цоколя, кровли здания и устройства теневого навеса для Центра развития ребенка детского сада в поселке Искателей. Что касается сельских поселений, капитальные ремонты в первую очередь проведут в детских садах села Ома и поселка Харута. В окружном бюджете на эти цели предусмотрено финансирование в размере порядка 190 миллионов рублей. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ежемесячно проводить по всей стране единый день безопасности детей. Регионам предложено рассмотреть учреждения единого дня безопасности 10 числа каждого месяца на всех уровнях, начиная с проведения акции безопасности во дворах, заканчивая большими масштабными мероприятиями по безопасности детей. Эта инициатива была озвучена сегодня в ходе селекторного совещания, посвященного запуску всероссийской акции «Безопасность детства» в текущем году. Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала региональной власти не только информировать родителей и детей о возможных рисках, но и предоставлять альтернативные возможности проведения досуга, отметив, что основой безопасности детей во время каникул является максимальный охват их всеми возможными видами занятости. Она подчеркнула, что одним из лозунгов акции «Безопасность детства» в этом году станет тезис «Занятость детей в режиме всех каникул». Напомню, акция «Безопасность детства» прошла впервые летом прошлого года. За время каникул активисты, включая представителей и молодежки ОНФ, проверили 42 тысячи детских площадок и других объектов. В зимнее время они проверили еще более 336 тысяч объектов, 13 тысяч нарушений устранили сами участники акции. Самоуправство да и только. Именно так говорят пассажиры авиакомпании «ЮТЕЙР», которые отправляются за пределы Ненинского округа с детьми. Дело в том, что теперь рассадкой пассажиров в самолете занимается не регистратор, а так называемая система. Для того, чтобы родители во время полета находились рядом со своими детьми, приходится платить. С проблемой при распределении мест в самолете столкнулась Оксана Кусакина. Молодая мама провожала своего малолетнего сына с бабушкой на отдых. При регистрации бабушку и внука рассадили за пару рядов друг от друга. Моего ребенка посадили через два ряда от бабушки. Я считаю, это незаконно, неправильно. Это просто как может быть ребенок, которому два года, одиннадцать месяцев, сидеть вообще на сиденье сам с какой-то чужой дядей, тетей. Ему даже помощь никто не окажет. Но я уже не говорю о том, как сходить в туалет, водички, покушать и тому подобное. Тогда работники аэропорта в Наринмаре пошли навстречу Оксане и посадили пассажиров вместе. Впрочем, столкнувшись с такой проблемой, Оксана Кусакина решила вооружиться законами при следующем перелете. И не зря. Аэропорт, регистрация и опять разные места. На регистрации сейчас, конечно, нам сказали, что до Москвы места рядом есть. В Москве регистратор уже не в силах что-то сделать и предпринимать. Там, как она объяснила, с Москвы до Краснодара уже выдает систему. Ну, естественно, как бы постараюсь культурно обсудить эту ситуацию. Ну, озвучила законы, озвучила приказы, попросила по-человечески. Впрочем, если эта ситуация разрешилась, чему, возможно, поспособствовало присутствие нашей камеры, то на следующий рейс рассадкой пассажиров вновь занялась система, благодаря которой молодая мама Татьяна Чупрова с ребенком-инвалидом оказались в разных рядах самолета. Мы, получается, пошли на регистрацию. Я получила посадочные талоны, но не посмотрела даже места пока что. Вспомнив некоторые посты в мамочках Наринмара, решила посмотреть. Оказалось, что у дочки 11 ряд, у меня 12. И так оказалось, что у многих в самолете поменено. Семью разбросали, там у кого-то отдельно мужа посадили, у кого-то тоже ребенка отдельно посадили. Хорошо, что у нас отзывчивые люди в городе и согласились пересесть и поменяться местами. Множество подобных обращений от пассажиров поступает уполномоченным по правам ребенка в северо-западном округе. Мой коллега с Мурманской области, он сразу предложил, что давайте составим. У него то же самое было. Он столкнулся с этой ситуацией, было обращение. Он составил обращение соответствующие органы, и мы все согласились и все поддержали его. Это обращение сейчас уже ушло, я так понимаю, в те инстанции, которые способны решить эту проблему. Это полное безобразие. Я считаю, что, ну, можно так сказать, наживаться на этом, это не очень хорошо. Не все семьи могут позволить себе даже 300 рублей эти доплатить за место. На неоднократные жалобы пассажиров представитель авиаперевозчика отвечает. Политика компании поменялась. Теперь места платные. У нас сейчас места стали все платные. То есть 299 рублей стоит место, если вы хотели возле окна, либо же полупрохода. Вот, соответственно, система, она, если же билеты приобретены не в одной броне, она видит, что это пассажиры, это два разных пассажира. То есть и рассаживает полупорядок. Вот. Если же мать хочет сидеть рядышком со своим ребенком, они просто подходят до регистрации. Вот. И мы делаем предварительную распадку. Впрочем, на деле все выходит не так радужно, как говорят представители авиакомпании. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Ветераны боевых действий получат право на бесплатную юридическую помощь. Данную законодательную инициативу представил депутат Андрей Ружников. Внесение изменений в окружной закон о бесплатной юридической помощи в Ненецком округе подразумевает включение в перечень категорий граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юридической помощи ветеранов боевых действий. Данная категория граждан в соответствии с законопроектом будет иметь право на получение таких видов бесплатной юридической помощи, как правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также иные незапрещенные законодательством Российской Федерации виды юридической помощи. Законопроект рекомендован для принятия в двух чтениях. В День защиты детей 1 июня в Ненецком округе будет введен запрет на розничную продажу алкоголя. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов экологии АПК, запрет на розничную продажу алкоголя в Международный День защиты детей установлен постановлением администрации Ненецкого округа. Нарушение данного запрета, согласно действующего законодательства, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч с конфискацией алкогольной продукции. Помимо Международного дня защиты детей, в Ненецком округе розничная продажа алкоголя запрещена в День молодежи 27 июня и в День знаний 1 сентября. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала Север ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.